Глава города Алексей Калмаков посетил ветеранов Великой Отечественной войны, условия жизни которых требуют особого внимания. Проблемы у всех разные, но пожелания каждого будут учтены, пообещал глава. У Антонины Привудовой проблемы с домом. Время даёт о себе знать. Пол в зале больше похож на спуск с горки. Щели в стенах прикрыли недавно, что не устраняет проблемы. По словам хозяйки, через них можно было смотреть на улицу. Я думаю, что вы на приём ко мне не придёте вчера. И не смогли бы туда прийти. Я к вам пришёл. Спасибо. Я думаю, что... Как вы к этому относитесь? К тому, что мы сертификат вам дали. Да кто же откажется? Я уже думаю, господи, уж зачем он мне... Я же умирать буду. Когда? Доживу или не доживу. Доживу. 27 марта Антонине Семёновне исполнится 91. Жить хочет только в рассказово. Другие варианты не рассматривает. Да и, по её словам, не хочется стеснять родных, которые живут в других городах. Мы сейчас объезжаем всех ветеранов. Вот 55 проехали. И 5 из них требуют такого особого внимания. И двух из этих пяти, которых мы проехали, и мы посмотрели, и вы сегодня увидите, у них нет воды. К 70-летию вот этой победы мы обязаны просто провести им воду. Я думаю, что, может быть, мы не ходили, может, где и не дошли. Допустим, мы и не знали. Вот я, допустим, я не знал, что ветераны у нас живут без водоснабжения. Это, конечно, плачевно, и мы постараемся к 70-летию всем воду это сделать. А вот Ивану Рубцову нужна помощь в ремонте. Необходимо переделать веранду и провести ремонт пристройки. Своими силами ему не справятся. Вместе с главой города они осмотрели все недоделки. Ветераны заверили, что необходимую помощь он получит. Это большой девы, Алексей Николаевич. Говорит, дам указания, все, девай, как это должно и быть. Все, веранду делаю, и там помогу. Решение жилищных вопросов ветеранов уже началось. Руководство города помнит о них, как тот неоценимый вклад в Великую Победу, которую они принесли нашей стране. Россию никто не победит. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Юрий Ценин, Алексей Горелкин. Новости. ТВ Рассказыва.